Всем добрый день! Продолжаю рассказывать о розах, которые я купила в этом году. И сейчас поговорю немного о сайтах, где я их приобретала. Начну с первого сайта плохого, который называется Зветсад. Это в Украине этот сайт. И если там пишут акции, не ведитесь на это. Это уценка, которая должна или уйти в утиль, или они должны были доращивать эти розы, а потом только продавать. Сейчас покажу этот утиль, который они присылают. Вот, смотрите. Вот это вот шишка, вот такая вот, как раковина. И вот такой вот корень. Естественно, такое не приживается, не принимается. А вот эта вот палка, вот она, у которой вообще нету корней. Это у них называется акция. Поэтому, еще раз обращаю ваше внимание, не ведитесь на эти слова акция. Лучше покупайте нормальные розы, которые вас будут радовать. А не так, как эти розы пропали, вам придется покупать снова. Я начала с плохого. Теперь рассказываю о других сайтах, которые мне понравились. Очень понравился сайт Розина. Я у них заказала более 14 роз. Это Визаулиус. Прикс пожаредут. Кстати, он уже сейчас и зацвел. Корни были у этого Прикс пожаредут. Вот шикарнейшие. Я посадила его в ведро только потому, что я еще не решила, где я ее буду садить. Обычно такие розы сразу садятся в открытый грунт. Корни были до 60 сантиметров. Длина очень хорошая. Посадочный материал у них был. Дальше я у них купила розу Кафе, Вентило, Андре Тюрка, Хандинстад Росток, Бельведер. Бельведер у меня была, она уже просто пропала. И я хотела ее обновить. Пеппер Лодж, Бель де Сегоза, Айконик, Джекис Фаворит, Лавендер Айс, Фа Ю Айс Онли. Я всеми довольна. В принципе, у них есть немножко более как вегетирующий, а есть с мощными, с мощной корневой они приходят. Те, что вегетирующие, они присылают его в стаканчики. Ну, посмотрите, вот роза Хандинстад Росток. Что я у них взяла. И выглядит она все равно, хоть и вегетирующая, которая пришла в стаканчике, очень хорошо. Вот она уже сверху даже выкинула 6 бутончиков. Конечно, я их оборву, могу только одно оставить, посмотреть, какая она будет. А остальные я все оборву. Дальше рассказываю о сайтах, на которых я заказывала. Это розалия. Кэхэйуэй. Значит, у этого сайта были условия заказывать не менее 350 гривен. Посадочный материал у них самый дешевый сейчас в Украине. 50 гривен за куст. Я забыла вам сказать, что на розине по 60 гривен за куст. А здесь по 50. Но здесь идет в перемешку. Как и вегетирующие, так и уже хорошие прошлогодние кусты. И я у них заказала 9 роз. Одну они дали в подарок. Все их розы хорошо пошли. Даже те, что вегетирующие, которые были по 10 сантиметров от розточки, даже те все пошли. Мне понравился тоже этот сайт. Может, кому-то не нравится доращивать розы. Но я многие так доращиваю. Даже если они приходят с корнями хорошими. Я перестраховываюсь. Сажу их вначале в ведро. А потом уже смотрю. Я как раз выбираю точно место, куда их пересадить. И они за этот период... Они у меня тут все перед домиком. Никогда не прозеваешь, когда их полить. Всегда они политы хорошо. Поэтому они растут хорошо. И ты потом уже смотришь. Что-то высадил осенью. Что-то высадил на следующий год. Подержал их в ведрах, в домике. А потом высадил их в открытый грунт. То на этом сайте я заказала... Астрид, графиня фон Ханделберг. Монстедвуд. Куин о сведин. Айс фо ю. Блу фо ю. Лариса. Ну и все, по-моему. И Майна Тауэр они дали в подарок. Сейчас я вам выберу, покажу один из них. Вот. Смотрите. Вот это астрид, графиня фон Ханделберг. Этот вегетирующий кустик был всего 10 сантиметров, когда они мне его прислали. И вот, пожалуйста, он уже сейчас сантиметров 60. И уже выкинул три розочки на цветение. Фро, фро. Еще фроу-фроу-танцжаке. Это она рядом возле нее. Тоже вот, пожалуйста, 60 сантиметров. Так что я его тоже всем рекомендую. Но, конечно, те, которые могут играться и доращивать. Потому что у них материал 50 на 50. 50 был прошлогодний. И 50 прививка этого года. Она только пошла в рост 10 сантиметров. И они ее присылают такую. Ну, это розы, которые разбираемые. Такие, как Лариса, монстры тут, которые популярные. И четвертый сайт роза.com.ua, по-моему. Я внизу там в комментариях напишу точно, как она правильно называется. Я у них заказала 4 розы. Я заказала только ради розы Навалис. Потому что ее уже нигде не было. Ну, тоже, как бы, надо заказать было не менее 3-4 роз. То я их заказала. И сейчас покажу. Ну, Навалис был корень неплохой. Я ее высадила сразу в открытый грунт. А 3 розы я посадила в горшке. Ну, здесь тоже, как бы, 50 на 50 посадочный материал. Вот это вот роза Ютерзен, розенкиниган. Вот она. Чтобы ее было лучше видно, я ее подвигаю. Она долго не шла в рост. Но все-таки идти она начала в рост. Я думала, что она не выживет. Ну, теперь уже видно, что она пошла в рост. Значит, она будет расти. И еще у них я брала Минерву. Вот она. И Барон Героделайн. Вот. Эти две пошли неплохо. Вот они уже какие выросли. И Минерва поначалу мне казалась очень слабенькая. Но тоже она даже пытается выбросить три цветочка. Посмотрим, какую у них будет сортность. Это тоже самое главное, чтобы не было пересорта. Зветсад. Я знаю, что там всегда соответствует сорту. Этот розалия тоже всегда соответствует сорт. И розалия тоже, где у меня зацветали сорт, соответствует. Но вот этот вот четвертый сайт я у них никогда не заказывала. Поэтому я не знаю, какой сорт у них соответствует или нет. Это будет видно потом в процессе, когда они зацветут. Ну, вот это вот роза Нинетта. Это то, что я заказывала на первом сайте. Зветсад. Она долго тоже выходила из спячки. Месяц. Вообще никаких признаков жизни. Но сейчас она уже зацвела. И красивая уже роза. Вот она вблизи какая. Теперь зацвела у меня еще роза Нью Эйдж. Это то, что я заказывала на первом сайте Зветсад. Я у них заказала восемь роз. Три из них пропало. Очень обидно. Пропала черная королева, роза Майна Таур и Вэл Бинг. Все. На этом я обзор заканчиваю. Пишите комментарии. Субтитры подогнал Игорь Негода.